Возможно, его сбили с пути. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как в скандал с нашим соотечественником не верят его родные и близкие. И что они говорят по этому поводу. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Учителя и односельчане Эхсона Аминзада из района Кушунион Хатлонской области не верят в версию его гибели на военном полигоне под российским Белгородом. Российские СМИ сообщили, что 15 октября этого года Эхсон Аминзада вместе со своим сообщником после спора на религиозной почве совершили нападение на своих сослуживцев, убив 11 человек и ранив 15. Российские власти подробности инцидента скрывают и что произошло реально в Белгороде неизвестно. В сельской школе участка Заргар Кушунионского района, где учился Эхсон Аминзада, этим сообщением не верят. Садов Мох Насконова, учительница русского языка, говорит, что хорошо помнит своего ученика. Каждый день только об Эхсоне и говорят, я никак не могу поверить в произошедшее. Он учился на отлично, был дисциплинирован. В его семье тоже все образованные люди. Семь месяцев назад он приходил в гимназию, сестра его здесь учится. Пришел, проведал учителей, рассказала на 25 октября. Эхсона Аминзада исчез в Москве 10 октября этого года. Его близкие предполагают, что его, возможно, вынудили пойти служить вооруженной силой России для участия в боевых действиях в Украине. На его малой родине не верят, что он мог пойти служить в российскую армию по собственному желанию или что он был склонен к терроризму и убийствам. Майрифат Чарыева, еще одна из его учительниц в школе, говорит, что она не верит тому, что говорят об Эхсоне. Все, что говорят про него, это клевета. Он парень никоим образом не причастен к этому, что говорят. Он не был таким, мы не верим в это. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли виноваты таджики или российские власти просто все спихнули на них, чтобы скрыть какое-то преступление? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако некоторые из односельчан говорят, что, возможно, его кто-то сбил с пути и потянул за собой, что и привело к такому происшествию. По мнению жителя участка Заргарфа и Зулло Байназарова, человеческая натура, может, бес попутал и свернул его с пути. Родные Эхсона говорить о происшествии отказались. Один из представителей Махали сказал, что их предупредили о том, чтобы нигде ничего не говорили об этом. А отец Эхсона, Таджидин Аминзада, который был буквально ошеломлен вестью о трагической гибели своего сына, сказал 25 октября. «Я потерял свою кровинку и не хочу сейчас вообще об этом говорить». Семья Эхсона вот уже более 10 дней ждет тело своего сына. В разговоре не под запись, родные сказали, что не знают, когда получат его. Эхсону Аминзада было всего 24 года, он младший сын в семье. И, по словам соседей, в семье есть еще два сына, один в России, а другой в Таджикистане. Соседи говорят, что после окончания школы Эхсон какое-то время учился в России, а позже продолжил обучение в Таджикском аграрном университете. Ранее его родственники рассказали, что Эхсон Аминзада 7 месяцев назад уехал в Россию и работал в ресторане на основании патента и не собирался ехать на войну в Украину. По их словам, Эхсон пропал 10 октября в московском районе Люблина. 16 октября они узнали о его смерти от рахийских властей. Смерть, которая стала загадкой. Как вы думаете, действительно ли это мутная ситуация и что-то в ней скрывается? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы думаете, что произошло на самом деле у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.